Так, дорогие друзья и зрители нашего канала, добрый всем или вечер или день, в зависимости от того, когда вы посмотрите этот сюжет. С нами сегодня в гостях Анна. Аня, привет. Привет. Мы продолжаем. У нас еще одна конференция по поводу того, что многие из людей у нас, к сожалению, пострадали от недобросовестного застройщика города Сочи компанией Unix. И вот Анна тоже является одной из потерпевших, который был причинен в данном случае материальный, но помимо материального 100% еще и моральный ущерб. Мы сегодня об этом поговорим. В начале видео я хотел бы сказать, что у нас много очень пострадавших от данной компании. И если вы вдруг являетесь пострадавшим от компании Unix, либо может быть какого-то другого, недобросовестного застройщика города Сочи, или же вы пострадали от недобросовестных действий тех или иных риэлторов, пожалуйста, набирайте по номеру телефона, который указывает внизу экрана, и мы вас перенаправим, соответственно, в силовые структуры и подскажем, что делать. Это все абсолютно бесплатно. В начале видео я хочу все-таки еще раз зачитать информацию, название комплексов, которые строил в данном случае застройщик Unix, и кто у нас являлся заемщиком денежных средств, потому что все договора, у нас не было никаких предварительных договоров купли-продажи, у нас все сделки оформлялись, так сказать, завалированным путем, путем заключения договоров займа. Как действовали порядка 90% застройщиков в городе Сочи, это были не ФЗшные объекты и не псевдоквартирники так называемые. В общем, это была нормальная рабочая схема. Дело в том, что некоторые люди мне звонят и говорят, Дмитрий Александрович, мы, когда вы говорили слово Unix, или мы читаем название компании застройщика Unix в названиях видео, мы даже и не в курсе, на самом деле, что у нас был застройщик Unix. А когда вы назвали некоторые фамилии, вот один из, значит, недавно приезжал людей, он говорит, я услышал фамилию, посмотрел, у меня договор займа именно с этим человеком. Поэтому позвольте в начале видео я еще разочек перечислю, значит, жилые комплексы быстро, их 11 комплексов, которые пытались построить. И если у вас в одном из этих комплексов куплено жилое помещение, или вы вложились своими финансами в квадратные метры, то дайте знать нам, еще раз говорю про номер телефона, который вы видите внизу экрана. Значит, поехали. Жилой комплекс Unix 2, жилой комплекс Loft Park, жилой комплекс Зеленая долина, жилой комплекс Unix 3, жилой комплекс на Краснофлотской, жилой комплекс Гармония Парк, ЖК Гармония Парк 2, ЖК Гармония Парк 1, ЖК на Аэровокзальном, ЖК Гармония Парк. Ну вот, в принципе, все, я и перечислил 11 комплексов. Теперь лица, которые, собственно говоря, являлись заемщиками денежных средств, изучают договора. Вот тот список, который у меня есть, который мне предоставили непосредственно потерпевшие. Мараев Олег Леонидович, Шилов Александр Николаевич, Труш Владислав Александрович, Варов Артем Николаевич, Медведев Михаил Владимирович, Варваштян Арутюн Грантович, Амбар Цумян Аванес Рафикович, Тарунин Константин Сергеевич, Магай Лилия Якимовна. Вот тот список, который у меня, собственно говоря, есть. Поэтому, если вы пострадали, вот в той или иной ракурсе, набирайте, пожалуйста, будем разбираться. Сейчас я предлагаю, мы передаем слово Анне. Ну, свою историю расскажи, мы уже брали, я же говорю, интервью, да, у твоей сестры Александры. Спасибо ей огромное за это. У вас немножко все равно разные истории. Расскажи, от кого узнала, что купила, когда узнала, что не строится, какие действия предпринимала. Ну, вот свою историю просто расскажи и все. Ну, всем добрый вечер для начала. Ну, ситуация у нас такая. Мы получили наследство. Начнем с того, что мы живем в прекрасном городе Кисловодске, в котором ничем не хуже Сочи, а может быть даже и лучше. У нас здесь люди гораздо попроще. И я как бы наследственную квартиру продавать не хотела. Но дело в том, что в Сочи уже давным-давно живет мой брат. К нему переехала моя сестра. Она без ума была от этого города. Наследственная квартира у нас не на двоих. И она стала убеждать, что ну давай, все-таки Сочи развивается. У тебя сын. Моему сыну на тот момент было 18 лет. Ну, какая перспектива в Кисловодске? В Сочи как бы перспектива побольше. Вот давай купим какую-то одну квартиру на двоих все-таки в Сочи. С ребенком у нее прекрасные взаимоотношения. Он будет жить вместе со мной. Там мы его будем присматривать. Я как бы на это согласилась. Абсолютно не против. В любом случае не пропили, не прогуляли. Все великолепно. Вот когда мы уже поняли, что там же наследство полгода вступать, все. Пока мы все это вступали, я начала просматривать рынок Сочинский. Сообщалось очень много с риэлтерами. И понимая интуитивно, вот залазишь на Авито и видно, что квартира 2-3 созвонишь. Да, не существует такой квартиры. Ну, и начинают сразу, вот хорошо, у меня есть 6 миллионов, допустим, мы можем за такую сумму купить. Они нет, начинают мне предлагать за 12, да, возьмите ипотеку. Какую ипотеку? Да, возьмите кредит. Но понимаешь, что какой-то развод. И в какой-то момент мы выходим на Наталью Фролову, я выхожу, и на Максима Сорфина. Вот, они, да, по вашей сумме, причем у меня на тот момент уже сложилось, что никакую мы не будем покупать там долю в доме, никак категорично. Я уже с нашими юристами здесь проконсультировалась. То есть только жилое помещение. Ну, на квартиру, естественно, мы не тянули. Вот, они, да, 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 только доля в доме, и все нормально, приезжаем. Приезжаем абсолютно адекватные, прекрасные, молодые люди, очень общительные. Они, вот что подкупило? Они нас возили как по дорогим объектам, ну, то есть на эту сумму, на одну квартиру. Они могли оттуда, наверное, больше поймите. И в какой-то момент они, ну, послушайте, ну, вам же надо две вот это вот. Ну, вот смотрите, если вот хотите на этапе строительства, можете рискнуть. Все. Вот, мы можем вам предложить. Моя была 80 тысяч квадрат, у сестры уже подороже. Она очередной месяц покупала, и не в моем комплексе. Я покупала в ЮНИКСе 2. Вот, мы посмотрели все, что они предложили, и все-таки поехали вот в этот ЮНИКС 2. Мы, прежде чем поехать на объект, заехали именно в их компанию. Там мы встретились с Натальей Титовой. Она нам показывает обалденно красивые картинки, как все будет выглядеть, какие будут эксплуатируемые крыши, бассейны, парковки, детские площадки, спортивные площадки. И предлагают нам ЮНИКС 2 и ЮНИКС 3. Вот, поезжайте, посмотрите. Мы с Максимом, с Наташей едем. Приезжаем мы изначально на ЮНИКС 3. Вот, на тот момент там уже один дом стоял. Там, короче, получалось, что на этаже всего 4 квартиры. Все квартиры получались террасами. Это было очень интересно, заманчиво. Единственное, что меня смутило, что около террасы, которую нам предлагали, шел какой-то родничок. Но зная, опять-таки, с Учински всю эту специфику, что этот родничок в один момент превращается в речку, и так как это на первом этаже, затупит по полной катушке. Мы отказались. Ну, нет, ну, поедите, посмотрим. Выше тоже строится объект. Приезжаем мы туда. Там, конечно, еще поле. Там ничего не было. Мы как раз были в сентябре месяце. Вот только работали тракторы, расчищали. Нам показали. Вид обалденный. Рядом школа. Место лучше гораздо. Остановка ближе. Все хорошо. Застройщик адекватный. Мы видим, что внизу там уже дом-то построил фактически. Мы соглашаемся. Покупаем на тот момент в первом корпусе на третьем этаже. 21-я квартира у нас получается. 29 квадратов. Вот. Возвращаемся мы в офис. Наталье Титовой мы говорим. Да, добро. Она говорит. Ну, как бы сейчас застройщик занять. Давайте завтра с денежкой уже подчаливайте. И вот застройщик приедет. Приезжает, думаю, на следующий день. Приезжает Шилов. Вот. Титова пересчитывает деньги. Шилов там дает свою роспись. Ну и все. И мы довольны и счастливы абсолютно. Вот это увидели. А, нет. Нас смутило. Начнем с того, что нас смутило, когда нам стали предоставлять бумаги, что у нас идет договор займа. Договор займа на физическое лицо. И мы же вот говорим, а как это так, как это так получается? В смысле, а где договор купли-продажи? На что нам те кто-то объясняют? Да, вы не переживайте. Здесь Сочи. Это адекватно. И мы самая лучшая компания. Только мы предоставляем дополнительный договор займа. Все, где вот будет прописана ваша площадь, ваша квартира, которую вы получите, больше вам никто такой гарантии не даст. Ну, все, мы же очень, знаете, без лака, жизнь плоха. Мы на все на это соглашаемся. Мы подписываем, отдаем денежку, уезжаем абсолютно спокойные. Через месяц созрела, наконец, вернулась кислова сестра, забрала свои вот это деньги. Но на тот момент у нее уже, получается, они ей объясняют, что в Юниксе уже во втором нету. Все квартиры проданы, все продано. И вот, ну, она же рассказывала свою историю, что ее вообще кинули на том участке, который даже ему не принадлежал. Ну, дальше мы спим спокойно, абсолютно спокойно. Хотя Титова нам обещала, что нам каждый месяц будет предоставляться видео, как строится наш дом. Никакие видео мы не получаем. Я звоню Максиму. Я говорю, Макс, ну, как бы интересно посмотреть, там же что-то строится. Как бы это, ой, да-да-да, сейчас здесь дожди такие идут. Ну, вот обязательно, как я туда поеду, мы все время туда ездим, я вам видео предоставлю. Ну, по факту тишина. Я делаю другой фильм. Нахожу на Авито. Их объявление по купли-продаже вот это вот. Какого-то агента я уже даже не вспомнил. Звоню. Ну, так вот так. Я говорю, честно, мы у вас купили. Вы обещали, что будете присылать. Ну, никаких видео нет. Эта девочка идет нам на встречу, и она мне периодически присылает, как идет застройка. Вот прям, знаете, ну, где-то часто, где-то там несколько видео за месяц, где-то там одно видео за месяц. Я вижу, строится. Наш комплекс, там два комплекса, прям вообще строится обалденно. Мы довольные на нет. Вот, проходит время. Ближе, значит, уже у нас же договор до апреля месяца. Ближе к апрелю. Леска же там находится. Поеду, я, говорит, узнаю. Тут она приезжает. Я, говорит, представляешь, вот так и так. Мне, говорит, там уже Титова не работает. Оказалась какая-то Линда, и ей объявили, что ее участок даже не купили, и там ничего не строилось, и деньги они ей сказали вернуть, но ничего не возвращают. Вот, я нашла, значит, координаты Титовой. Звоню ей. Она, так, ко мне какие претензии. Я, говорит, лежу в Москве, в больнице. Я такая больная. И вот у меня дочка должна вот сейчас родить, и у меня столько проблем, все. Ну, единственное, что она сделала, она дала мой телефон Вадиму. Потому что сколько я требовала все, чтобы мне дали телефон. Честно говоря, Вадима я даже не слышала. Кто такой Вадим? Потому что я до самого последнего считала, что там начальник Шилов. Как бы он так постарше. Мы с ним сталкивались, и мне его представили как застройщика. Вот. Ну, хорошо. Звонит мне этот Вадим. Я начинаю с ним общаться. Говорю, так и так, как вы кинули вот так мою сестру. И я тоже хочу получить свои деньги. Но это вообще не вопрос. Приезжайте. Приезжайте. Мы вам денежку вернем. Я с ним договариваюсь на 11 марта. Мы берем билеты на самолет. Я с ним опять созваниваюсь. Вы нас ждете. Да, да, да. Мы вас ждем. Деньги готовы. Приезжайте. Вот. 11 числа мы прилетаем в Адли. Приезжаем в офис. Нас сейчас Вадим. Вот первый раз я его увидела. Мы с ним познакомились. Обалденный мальчик. С огромными глазами. Честными. Который вообще рассказывает, как у него такие благие намерения. Как он хотел всех нас осчастливить. Ну, вот что-то пошло не так. И он нам согласен вернуть деньги. Но проблема в том, что на данный момент уехал бухгалтер. Нету. Вот он хочет сейчас вернуть деньги, но бухгалтера нет. И начинает нам предлагать. Вот. Давайте. Вот. Я вам сейчас. Пусть там. Ваше, конечно, жилье стоит дешевле. Но счет там наш. Там мы потеряем. На изумрудные. Мы вам сейчас. Вот я вам даю водителя. Езжайте. Выбирайте квартиру. Какую выберете. Какую. Там два корпуса. Вот. Какую выберете. Такую мы вам и даем. Я говорю. Нам не надо водителя. Я говорю. Мы живем рядышком. Мы сами съездим посмотрим. Ну, как бы немножко. Это документы предоставьте. Говорю. Вадим. Дайте нам документы. На это жилье. Да, да, да. Я вам обязательно скину. Ну, все. Мы с ним распрощались. Договорились о том, что как только появится бухгалтер. Мы ему оставили наши карточки. Все. Нам сразу перечисли деньги. Ну, мы садимся. Едем на эту изумрудную. Приезжаем. Конечно, нам пришлось поискать эти комплексы. Потому что перед нами, ну, перед этими комплексами там идет стройка. Стройка обалденная. Какая красивая. Все. Мы такие. Ну, а дома не характерны. У них же все дома одинаковые. По крайней мере, они были заявлены во всех объявлениях. Я понимаю, что во всех объявлениях на вид был фоткан один и тот же дом. Который вне гармония один. Готовый. Вот. Ну, опять-таки, понятно, что все дома должны быть одинаковые. И мы такие. Что-то не то. Я подхожу к строителям. Говорю, это Юникс? Они нет. Мы не Юникс. Ну, мы прошли дальше. Находим эти два дома. Один вообще совсем не достроенный. Другой, да, стоит уже окрашенный. Там есть стеклопакеты. Там есть. Мы вошли вовнутрь. Счетчики стоят. Все. Мы поднимаемся. Блин. Да, если он нам сейчас даст. Да, мы уже выбрали себе две квартиры. Обалденные. Даже море видно оттуда. Прям классные. По 28 квадратов. Все. Вот эти будем просить. Так, знаете, что-то нас вот черт понес или бог понес. В соседнее помещение. Заходим туда. А там, вот, видимо, как были строители очень-очень-очень давно. Потому что там уже снили чайники и хлеба. И смлиба. Все уже не то, что там плесень. Оно снило. Вот. И мы такие понимаем, что это уже загрошка. И первый этаж у них плавает. Вот что нас еще тоже смутило. Потому что как раз-таки было время дождей. И первый этаж полностью плавал. Мы возвращаемся. Я говорю, пойду-ка я еще раз у этих строителей уточню. Когда они последний раз видели своих соседей? Подхожу к ним, у нее это очень давно. Даже не вспомню. Ну и вот. Хорошо. Мы приехали домой. Ждем же. Ждем. Звоню Вадиму. Звоню Вадиму. Говорю, Вадим, где деньги? Сейчас еще бухгалтер не вернулся. Она еще в Сочи. Так у нас шло до часу ночи. Потом в час ночи оказалось бухгалтер все-таки вернулся. И они решают нашу проблему. Решали-решали. Никак они ее не порешали. Следующий. А я ему сказала, что мы приехали всего на три дня. Второй день нам та же самая песня идет. Утром третьего дня я ему звоню. Говорю, Вадим, я иду, короче, в прокуратуру. И к адвокату. И пишу заявление. Что это такое? Я говорю, что вы над нами издеваетесь? Мы потратились на дорогу. Вот. Он, сколько у меня есть времени? Я говорю, ну вот мы уже, в принципе, в центре Адлера. Сейчас мы уже дойдем до прокуратуры. Но дайте мне час. А дело в том, что я нашла на тот момент, ну не буду афишировать там, как зовут, что зовут. Вадим работал в Реале до этого агентом по недвижимости. И я абсолютно случайно через знакомых вышла на непосредственное руководство на тот момент в Реале. Вот. И я подошла к ней. Говорю, так, и так. Говорю, вы можете помочь? Она говорит, поехали. Поехали к нему. Все. Мы приезжаем туда к нему в офис. Вот. И она говорит, Вадим, ну что ты над людьми издеваешься? Я говорю, ну понятное дело, что ты подставное лицо. Но ты что, будешь вот это сидеть за кого-то, что-то отдай? Мы же не знали на тот момент, что столько потерпевших. Мы думали, что кинули просто только нас. Вот. Он говорит, ну нет у меня сейчас денег. Через неделю, через неделю я отдам. Она говорит, ну ты не знаешь. Но она действительно очень серьезный человек. Очень ответственный. Вот это хорошо. Через неделю ровно они приедут. Мы уезжаем домой. Ровно через неделю мы возвращаемся в Адрюр. Приезжаем. Я сразу иду к ней. Садимся, едем к нему. Приезжаем к Вадиму. Он, конечно, ошалел. Начинает метаться. Там у вас есть ИП, нету ИП, туда-сюда. В общем, по факту при ней он нам переводит на карточку 500 тысяч. Ау. Я ничего не говорю. А, мне показалось что-то это. В общем, он переводит нам на карточку на тенков 500 тысяч. Вот. При ней. И говорит, все хорошо. Сейчас мы быстренько все рассчитаем с остальным. Ну, больше, конечно, никто ничего остальное. Мы уезжаем. А нет, мы не уехали. Дальше ничего нет. Она нам посоветовала адвоката. Мы пошли к адвокату, чтобы он подал заявление. Наняли адвоката. Вот. Дальше действовали они от нашего имени. Сначала в полицию они подали на них. Потом нашли каких-то общих знакомых, где Вадим. И тут уже Шилов всплыл все. Клялись бы, жили, что вот сейчас прям вот отдадут, отдадут все. Вот. Никаких денег, конечно, мы больше не видели. Но самое интересное, все это время с Вадимом я созваниваюсь. Тут уже у меня телефон появился с Шилова. Созвание с Шиловым. Они абсолютно адекватно общаются. Вадим сам периодически звонит мне. Периодически звонит сестре. Назначает ей встречу, на которую он не является. Вот. Шилов тоже начинает мне там плакаться, что вы меня поймите. Да я вот тоже ни при чем. Вот у меня абсолютно там бедненький домик. Очень плохенькая машинка. Я здесь совсем не разбогатела. Ну понятно, а мне-то что делать? Предлагаете мне вам подарить, пожертвовать, что ли? Вот. В какой-то момент Шилов тоже переводит мне 200 тысяч. По факту я с них 700 тысяч все-таки вернула. Вот. А, знаете, как получилось? Я начинаю их пугать телевидением. Но на самом деле я стала созваниваться с телевидением. И какой-то проблеск у меня получился. Кубами сразу отказались. Вот. Обозначили сумму. А вот именно Сочи 24 как-то вроде заинтересовалась. Там Илона какая-то их. Вот мы с ней созванивались. Я понимаю, что в принципе должны сделать репортаж. Вот. И я начинаю на это гнуть и рассказывать это Шилову. И он мне переводит 200 тысяч. И такой тоже интересный. Все, Анечка, вот сейчас мы с вами рассчитаемся полностью сестой. И даже мы вам за то, что мы вам нервы потрепали, мы вам сейчас еще денег перешлем на отдых. Какой-то у нас отдых. Не надо наши верните. Понимаете? Ну, вот. Потом уже ближе, как приехать, давать показания Сафроновой. Опять созваниваюсь с Шиловым. Он говорит, у нас есть уникальное предложение к вам с сестрой. Я говорю, какой же? Ну, вот смотрите, вот такая вот квартира. Есть такие квартиры на изумрудные. Они стоят очень дорого. Но вот мы вам можем, значит, их предложить. В счет вот это вот выпал. Даже деньги нам не надо эти 700 тысяч возвращать. Все. Мы вам дадим эти квартиры. Я звоню своему адвокату. Ну, так и так. Все-таки они нас стоят. Он говорит, они под арестом. Но я, опять-таки, не очень сильно поверила. Думаю, ну, мало ли, может быть, там что-то недопоняли. И вот мы приходим к Сафроновой. Я ей называю адрес. Он говорит, эти квартиры под арестом. И я тогда уже звоню Шилова, говорю, ну, у вас вообще совесть, какая-то человечность есть? Говорю, вы мне, вы зная уже изначально, что они под арестом, вы пытаетесь со мной уладить все эти моменты и предлагаете мне квартиры, которые под арестом. Говорю, ну, это вообще, это высший пилотаж. Ну, вот на этом все наше общение с ними закончилось. Ну, вот 700 тысяч я смогла, да, с них выбить. Чудо. Да, хорошо. В принципе, все понятно. Есть момент. Так, у нас, получается, твоя квартира была в Unix 2, да? 8 тысяч квадратный. Сколько, значит, ты им отдала, значит, за сколько квадратных метров, какая вообще сумма была? 2 миллиона 388. 29 с копейками у нас квадратов. 29 с копейками. Слушай, это в одном из корпусов, который стоит, это где мы репортажи снимали, на Мяснике, она? Да, 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 да. У нас первый корпус, да, который поставлен. Стоит, да, который? 29 с квадратных. Так, Титова отдала деньги, Шилов подписал договор займа, а Титова, там, на момент, когда ты рассчитывалась, ее, ну, никого не было больше, да? Ну, Трахимовича... Нет, 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 я даже его вообще не знала, что он существует, кто это такой. Я же, я до последнего думала, что Шилов, это и есть застройщик, самый главный. Я понял. А Вадим, я вообще даже не слышала, кто это такой. Я понял. Значит, помогали и тебе, и потом твоей сестре покупать Наталья Фролова и Максим Сорвин, это риэлторы, которых потом Макс говорит, ну, типа, я там буду это, а ты потом еще какую-то риэлтор, что нашла, которая вообще не при делах, не продавала тебе, и она тебе присылала видео. Да, 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 я просто по объявлению на Авито нашла. Она в этой компании была? Да, да, с Юникса, да. А, с Юникса? Да, с Юникса. Их были объявления, вот это Юникс, ну, у них же там каждый риэлтор дает свои вот эти объявления, я просто позвонила, попала на нее, она говорит, да, мне несложно. У Бролова и Сорвин, они же не с Юникса были? Нет, нет, нет. Нет, они работали, да, это с очень недвижимостью, знаете, причем вот когда они нам продали, мы были настолько довольны, я даже оставила в их компанию отзыв, какие они молодцы, ну, правда. Я уверен, что они не знали, что так будет, да. Но дальше-то, нет, дальше они знали, и они продавали дальше людям, потому что когда все это началось, я им позвонила, говорю, Наташ, так ты так, как ты так, вот получилось, почему у нас так, это мы не знали, и когда я приезжаю к Вадиму и начинаю рассказывать, она говорит, а как не знали, они вчера мне только привезли деньги, они нам продали квартиру. То есть уже, по крайней мере, я их предупредила, а они дальше продавали эти квартиры. То есть они знали, это люди, которые вот на самом деле не то, что вот они тоже попали в этот замес, это просто, ну, ничем не брезговали. А, вот такая вот ситуация, да? Да, да. Короче, мне как адвокату бывшему не получилось выгородить, да, своих нынешних коллег? Нет, ну, я изначально, наверное, они как бы, да, а потом вот, ну, по твоим данным, уже как бы... Нет, я думаю, что когда продавали нам, они были не в курсе. Я думаю, на тот момент, честно говоря, это настолько все выглядело гладко, я думаю, что даже и Наталья Титова, скорее всего, не знала. И когда она узнала, она очень умная женщина, я считаю, что она не глупый человек, она очень быстренько свинтила. Но дальше они знали, и дальше они продолжали продавать. Ну, знали, исходя из того, что ты им сказала, ребята, у нас проблемы, уже были реально проблемы, а они продолжали продавать, да? Да. И, честно говоря, я даже видела объявление Натальи, которое вообще просто, я знала, они нас привозили в этот дом для покупки, да? Этот дом находится совсем на другом участке, и там совсем другие цены. Я такая залазил, что-то, ну, тоже, знаете, вот, просмотришь, залазил, смотрю, опачки, Наталья Фролова. И я понимаю, что этот дом находится не на Кирово, как у нее заявлено, и что там совсем другая планировка, и все вот это вот, и другие цены. То есть, ну, человек, ну, вот это и реальные черные риэлторы, да. Пускай следствие разбирается, дает квалификацию к действиям, если там был умысел, действительно люди продавали. Я всегда говорю так, если, ну, а я допускаю, что такое возможно, я же здесь не для того, чтобы объявлять профессию риэлтора, нет. Не для того, чтобы объективно разобраться в ситуации, если, я всегда говорю так, что если риэлторы реально, то есть не знали, допустим, когда продавали, пусть придут, скажут, ребят, мы не знали там. Если они считают нужным вернуть комиссию, пусть возвращают. Если считают ненужным, пусть говорят, что мы не считаем нужным, потому-то, потому-то, потому что мы там отработали. А если будет доказано, что риэлторы уже знали непосредственно, что есть проблемы реально, что там что-то под арестом, какие-то проблемы, трудности, и при этом, чтобы нажиться, так сказать, получить свои комиссионы, продолжали людям впаривать эти объекты, ну, этим риэлторам, я считаю, место в изоляторах и, соответственно, там в тюрьмах и так далее. То есть, ну, надо объективно к этому вопросу подходить. День, земля круглая, эти деньги им все равно не пойдут на благо. В любом случае, я видео с моей сестрой отправила Наталье, но оно так и не просмотрено, хотя я у нее не заблокирована, мы после этого общались, то есть, в любом случае, она понимает, что я, если с Ютуба что-то писала, наверное, не очень приятное, она даже не смотрит, ну и все. Ну, риэлторы многие смотрят наше видео, но помогать пока не желают, потому что, а что они сделают? Ну, в плане, они, ну, многие не хотят приходить, светиться и вообще к этой истории думают, ну, как бы отсидимся, так сказать, в стороне и так далее. То есть, не считают... Ну, бог им, что я, ничего им хорошего, мы не обнищали, мы отдали эти деньги, это не мы, кстати, их отдали, им заплатили комиссию в компании Юникс, правильно? Мы же тоже спрашивали, мы что-то там будем должны, нет, нам выплатят там. Ну, заплатили, да, компании Юникс, но заплатили же вашими деньгами. Ну, понятное дело, ну, мы же тоже радовались, извините, 80 тысяч квадратов в Сочи взяли. Если вот 2-300, допустим, я не знаю, какие там были комиссионы, я не в этом вопросе, если честно, не разбирался, но если бы, ну, я даже задачи себе такой не ставил, но даже если, как люди говорят, 10 тысяч квадратов, то, в принципе, 290 тысяч только за твою квартиру, да, плюс сестры квартира, да, то есть там, в любом случае, 500 тысяч они получили. И если бы, я думаю, они бы сейчас вам вернули эти деньги, вы бы, ну, не отказались бы, наверное, понимаете, вам лишним не были бы. Ну, мы ждем, мы ждем, когда там у кого-то проснется совесть и кто-то появится. Пока тишина, пока все мимо проходят этой истории. Нет, многие риелторы, снимая всякого разные ролики, рассказывают, что можно покупать, что нельзя покупать, ну, надо понимать, многим, как бы, страшно эту ситуацию озвучивать. Люди же здесь все-таки заточены на том, чтобы продавать, а не разбираться, да, то есть это же негативная реклама, это же антиреклама, в конце концов, когда ты показываешь о проблемах в Сочи, о том, о чем люди смотрят, думают, ой, я хотел покупать, да я лучше не буду. Ну, а многие боятся, потому что завтра приедет братва, начнет разбираться там, ну, и так далее в этой ситуации, понимаете, ну, и поэтому люди, как бы, думают, мы отсидимся спокойно, мы свое продаем, если что, в свою деревню обратно уедем из Сочи. Тут же много приезжих, здесь же в основном кто продает? Да, да, да. Собрались и уехали, понимаете, не то, что, ты даже не знаешь, риелтор 10 лет снимает, а ты даже, люди даже не понимают, где он живет вообще, и, там, есть у него офис, нет у него офиса, кто он такой, ну, вот такая вот история. Так, хорошо, а вот насчет руководителя Реала, где раньше вы выяснили, что там раньше работал Трахимчук, просто у некоторого руководителя, вы пришли туда и говорите, женщина там, да, и вы ей говорите, слушай, какая ситуация, она говорит, помогу, ну, как бы, что, она просто реально поехала помогать или как? Да, просто, потому что очень хороший человек, и я не могу ничего сказать плохого, она настолько порядочная, настолько, у нее тоже на данный момент свое агентство недвижимости, да. Я буду просто, не то, что там, я могла бы сделать рекламу, я с ней не созванивалась, не согласовала, хочет она озвучить, ее фамилию нет, но это настолько порядочный человек, я с ней сталкивалась с ней в купли-продаже, просто как с человеком. Вот прям вообще вау, наверное, таких в Сочи разваячился, и она действительно, она на своей машине, со своим бельзином, потратил свое время, отвезла, Трахимчук нас очень долго мукрыжил, там с кем-то переговаривал, у нее время расписано, и она как девочка стояла, ждала, но когда она зашла в кабинет, она его так прочитала, и вот 500 тысяч он перевел. Вот, то есть, еще раз, можно вот что она говорила, она реально зашла и сказала, Вадим, ты же здесь, типа... Вадим тебя посадят, Вадим, ты же понимаешь, что ты мальчик на побегушках, тебя посадят, будь порядочным человеком, хотя бы кому-то верни деньги, да. То есть она четко дала понять, что он там не, соответственно, не сталкиваться с этой... Вот там вот, он застройщик, да нет, ну откуда? Ну, мальчику, которому, господи, 30 лет, который из нищей семьи, который... Его просто использовали. Люди, которые не хотят называть свои фамилии, не хотят там фигурировать во всех этих делах, а у него амбиции, вот на этих амбициях и сыграли. Они будут нормально там спать на канарах, а он будет сидеть. И все. Ну, и обещали три года условки. Ну, в данной ситуации, когда уже идет такая гласка, конечно, не будет три года условки. Ну, разная информация есть, да, мы там получаем тоже отдельную информацию, но он же тоже не за зарплату там был, надо же понимать, что он там... Конечно, нет, это понятно. Но она, конечно, я ей очень благодарна. Это человек, который, ну, в принципе, мы с ней не подруги. Я вышла на нее абсолютно случайно и настолько помогла. Дай бог ей здоровья. Круто, да, мои аплодисменты, это редко встретишь. Я удивлен, круто. Потом отдельно мне напишешь, кто это такая интересная мне. Ну, вы ее знаете. Ну, хорошо, хорошо. Не, ну, все равно, это же для нас не будет секретом. Этому сейчас как бы нет. Хорошо. Слушай, ты сказал, что у нас есть еще пять минут. Вот Кубань попросила деньги. А какой... Да, 69 тысяч за минуту. Сколько? 69 тысяч за минуту. Репортаж. 69? Да, 69 тысяч за минуту, да. Интересно. Одна минута, да. Очень интересное кино, конечно. Разочарован я в том, что вот так вот происходит, да. 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 Вот сейчас у нас сюжет вышел. Ну, насколько я знаю, он был бесплатным. Да, но опять-таки сейчас у нас тоже там как бы собирают для общественного этого. Да, на Скочьи ТВ, да? Думаю, и другие условия. А здесь как бы ну пять минут, и я один на тот момент человек. И понимаете, тоже я залезла смотреть отзывы. На тот момент уже были негативные отзывы. И, по-моему, или Александр, или Владимир. Я ему написала комментарий. И этот Александр или Владимир как раз с Лескиного комплекса. Я ему написала комментарий. Думаю, ну может быть, хоть как-то. На тот момент этого чата не было. Никакого объединения не было. Хоть как-то нам сплотиться. И он на мой комментарий никак не ответил. Думаю, ну и все. И что нам дальше делать? Ну, значит, вдвоем будем биться вдвоем. Все, что делать? Ну, оказалось, что нас очень много. Ань, кому бы ты хотела в конце нашего с тобой интервью обратиться? Или, может быть, что-то сказать? Я не знаю. Лицам, которые попали в эту ситуацию. К Трахимчуку, там, к Шилу. Я не знаю, кому. Ну, может, у тебя есть что-то сказать? Кому-то. Да, наверное, в общем. Надо действовать со своей совестью, понимаете? Вот честно говоря, ну нельзя. Я не знаю ситуацию Вадима. Я не знаю ситуацию с Шиловым. Как говорят, там, трактористы. Ну, может, на амбиции. Это могайся. Просто надо помнить, что всех денег не соберешь. Все. Больше, чем тебе надо, ты тоже не потратишь. И с собой ты ничего не заберешь. Просто надо оставаться человеком. Просто вот. Если ты обещал... Ну, не получилось у тебя. Опять-таки, зачем ты это... Зачем было делать эти двойные перепродажи? Ну, может, там было в какой-то момент остановиться. Может быть, вернуть там то, что там... Ну, да, ты уже тоже вложился, потратился. Ну, как-то что-то... Нет, так сказать. Ребят, круто у меня не получается. Добавьте. Давайте достроим. Ну, так себя вести уже тогда. Ах, не получилось. Догорянутся с непламенем. Возьму все, что смогу. Ну, не смог. Просто надо быть людьми. В любой ситуации оставаться человеком. И помнить, что возмездие всегда будет. Не то, что там я божественная какая-то. Но она всегда возвращается. А я надеюсь, что свое мы докажем. И все-таки свое мы вернем. Нас много. Один поле не войн. А нас много. И мы свое выбьем. Хорошо, хорошо. Понял тебя. Я тебя хочу поблагодарить. Я тоже хочу немножко подытожить в конце. Сказать о том, что... Я вот несколько раз задумался. Что было бы, если бы я вел непосредственно в свою бытность расследование по данному углу дела. Я, конечно же, вот этим кругом лиц не ограничилась бы. Сейчас, насколько мне понятно, три фигуранта по уголовному делу. Я думаю, что с помощью бы оперативных подразделений и всевозможных силовых структур. То есть, это не только оперативные подразделения, которые находятся в Сочи. К этим вопросам может подключиться и... Ну, не только, еще раз говорю, городские подразделения. Но и, в принципе, подразделения края. И там лица, которые, конечно, участвуют за кадром во всей этой истории. Я считаю, они, конечно же, должны быть тоже привлечены себя к уголовной ответственности и впоследствии отбивать наказание в местах лишения свободы. Потому что основная часть денег, скорее всего, у этих лиц. Ну и здесь люди на местах неплохо покушали, неплохо кормились, потому что об этом свидетельствуют определенные факты. И даже тот момент, который ты рассказала о том, что сначала с помощью, дай бог здоровья этой женщине, риэлтору, он перечислил тебе 500 тысяч, вот этим легким веянием руки. Также потом Шилов перечислил тебя 200. Ну, причем здесь, если он там подрядчик, да? Как есть. Причем здесь взаиморасчеты с Шиловым. Это очередной раз говорит о том, что у них там совместная, собственно, игра, сплоченная команда. В любом случае, это можно как угодно называть, там все это было по-детски, сел в машину, взял деньги, в кабинете взял деньги, деньги некуда класть и так далее. Но это самое, что ни на есть, мошенничество, то есть злоупределение чужим доверием и, соответственно, причинение материального ущерба гражданина путем обман. Нам Трахимчук переводит эти деньги. Мы ему не занимали, мы его вообще не знали. Без расписки, без ничего он нам скидывает деньги. Кто такой Трахимчук? Мы занимали Шилову, но он нам вот так опачки. После того, как она с ним поговорила, он нам скидывает эти деньги. Как так? Даже расписку нельзя. Понимаете, что это такое? У них так было построено, что сначала они прикармливали, говорили да-да, возвращали часть, а потом сколько людей они потом заново заставляли еще доплачивать и переориентировали на другие комплексы. И уже на тот момент было понятно, что уже им не уйти от ответственности. Нет, может быть, еще по детству они по неопытности думали, что можно разрулить эту историю, но в оконцовке все закончилось, естественно, так, как и должно было закончиться. Все это закончилось, естественно, как бы арестами. Я думаю, что если было бы еще немножко времени дано, грубо говоря, я уж не знаю обстоятельств задержания, но мы к этому вопросу вернемся еще не раз. Я думаю, что если было бы еще немножко времени дано, и может быть и Шилову, а может быть и Трахимчуку, я думаю, что они бы здесь, вы бы сейчас их в изоляторе не видели, в том числе и Бабиновой, потому что, ну, не проблема сейчас взять билет и пока-пока. Вот, но я тебя благодарен еще раз. Всех призываю, кто желает помочь, в том числе и наших коллег, еще раз говорю, пожалуйста, набирайте, присоединяйтесь, и я сведу вас со старшими группы. И ваша помощь, соответственно, будет для нас, ну, она и нужна, и она будет в самый раз, что называется. Я тебя благодарен за интервью. Дима, мы вам благодарны. Спасибо большое, что вы принимаете участие. Без вас, наверное, нам бы очень было тяжело. Спасибо большое вам. Все, спасибо тебе. На связи еще увидимся. До свидания. Счастливо. Отвеши мне имя этой риэлторши. Все, хорошо, до свидания. Пока-пока. Кисловодску бы счастливо. Приезжайте. Хорошо.